Вы как-то говорили, я много вас слушаю в передачах, что человек эмоциональное существо. То есть когда он выделяет эмоции, положительные или отрицательные, то есть он рожден для того, чтобы выделять эмоции, положительные или отрицательные. Понятное дело, что положительные, они как бы более для нас целебны, скажем так, потому что когда человек на каком-то высоком уровне, в позитиве, все как-то по-другому у него складывается, отрицательные наоборот. Но о состоянии Будды, и вот вы в ваших комментариях, там где-то и в ваших обсуждениях говорили, что нужен баланс, нужно забалансировать, всегда вспоминается лицо Будды. Спокойное совершенно. Он не испытывает ничего. Испытывает. Получается так, что ли, что он испытывает? Да, просто это называется безусловная любовь. Безусловная любовь или нирвана. Точнее, это ощущение, приблизенное к состоянию нирваны или безусловной любви. Безусловная любовь – это любовь ко всему этому миру, со всеми его составляющими, без исключения. И с ядерным взрывом, и со смертями, и со всем остальным, потому что одного без другого не бывает. Все то, что существует, существует для того, чтобы мы могли испытывать жизнь. То есть для того, чтобы мы могли жить вообще в том виде, в котором мы это делаем. Любить этот мир необходимо. Слово даже не подходящее – необходимо. Здесь нет необходимости. Любовь к этому миру, она существует. Либо существует, либо понимается. То есть наступает момент, когда она понимается, когда она случается. Вот правильно сказать будет так. Любовь к миру случается. Другие понять этого не могут. Вы не можете, многие точнее, я не про вас конкретно говорю, многие не могут ощутить, что такое безусловная любовь. Поэтому, когда начинаешь говорить на эту тему, говорит Владимир, что вы лжете, какую-то дурь говорите. Как можно любить того, кто вам делает какие-то нехорошие вещи, гадости какие-то. Тут же можно любить этого подонга, сволочи, гада-пидораса. Говорит, нельзя его любить, его убить надо. Он говорит, а не любить. Поэтому они не могут понять, что значит любить мир со всем содержимым. Не обязательно вступать в прямой контакт и говорить, что твой тиран Кокоши и Татоши. Но нет причин его ненавидеть. По той простой причине, что он тоже исполняет волю Бога. Исполняет волю Творца. Я это понимаю. Значит, Творцу угодно, чтобы был пройден определенный опыт и этап. И хотим мы того или не хотим. Это случается. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Наше нехотение, оно абсолютным образом никак не прекратит это испытание. Другой вопрос, что у нас субъективно может возникнуть иллюзия ухудшения всего происходящего. Потому что всякое сопротивление вызывает еще большую экспрессию со стороны воздействия на нас внешних факторов. Поэтому если мы чему-то сопротивляемся, говорим, потом раз нам сразу еще одно весло по второй половине жопы прилетает. А мы думаем, о-о-о, как же это так, беда не приходит одна. Да. Как она может одна прийти, если бы попросили вам еще по второй половине жопы, чтобы врезали? Вот и врезали. Вот еще такой параллельный вопрос. Значит, если все эти... Ну, вы не отрицаете же существование инопланетных цивилизаций там и то, что они... Абсолютно. Как я могу утверждать то, что видел своими собственными глазами? Я не могу это отрицать. Конечно, подтверждаю. Вот где-то на каких-то ресурсах, скажем так, я вот не знаю, у вас этого не слышала, говорится о том, что вот именно вот эти существа, так назовем их, да, что они собираются сборкой вот именно этих эмоций. Ну, как принято говорить, гаваха. Они питаются эмоциями, то есть им это необходимо. Вот есть в этом какое-то зерно вообще истина или нет? Есть зерно обмена энергиями. Есть помимо гаваха еще и положительная энергетика. Вся эта энергетика собирается, и все служит питанием для чего-то другого. И они тоже являются источниками питания для других существ. Здесь нельзя говорить, что человек находится в исключительно хреновом состоянии, что все вот с него сосут, а все остальные там такие вот потребители, а человек только отдает. Нет, это не так. Значит, это весь системный фото. Все это существует, это действительно так, гавах забирается. Значит, есть определенные установки, то есть места, скажем так, определенные. Но вы можете, вы можете не отдавать, понимаете? И вы можете ничего это не отдавать. Как не отдавать? Ваших возможностях. А вот очень просто. И когда вы перестаете нервничать, чего отдать? Это можете, кроме леднего пальца. Значит, если человек делится положительной энергией, значит, это совершенно ему на пользу идет, получается. Ну, конечно, на пользу. Вы отдаете и получаете. Получаете даже еще больше, чем отдаете. А когда вы в страхе находитесь, вы отдаете. Ну, страх и получаете. Получаете и страх. Поэтому вам кажется, что вы ничего не получаете, а только отдаете. Отдаете любовь и получаете любовь, отдаете страх и страх и получаете. И еще больше нервничаете. Гнев и со стороны гнев тогда получается, так? Ну конечно, ведь отчего же с людьми неврозы и истерики случаются, как вы думаете? Девушка, женщина начинает истерить, например, она же сознательно начинает истерить для того, чтобы концерт устроить, а потом из этого концерта получается уже неуправляемая истерика. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.